МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хрупкие на вид девочки на самом деле очень сильные и ловкие. Гимнастика – один из самых технически сложных видов. Для успешного участия в соревнованиях необходим огромный багаж знаний и навыков. Я мастер спорта, а у меня ученик, значит, перворазрядник. Он выполняет сейчас программу, ну, в два, а может быть, в три раза сложнее, чем в свое время выполнял я. Да, конечно, требования растут, и методика преподавания растет. Да, да, гимнастика очень прогрессирует. Оле Чижовой 14 лет. Большую часть из них она отдала спорту. Городским соревнованиям готовилась долго и упорно. Левое колено перемотано бинтом. Травма – результат тренировок. Но даже о своих переживаниях и страхах девушка говорит с улыбкой. В день я тренируюсь по 4-3 часа, ну, с понедельника, ну, с понедельника по субботу. На скушение нас отдых. Ну, тренировки проходят по-разному. Ну, иногда, как бы, ну, бывают срывы, как бы, ну, страшно там выполнять. Самым красивым элементом программы члены жюри считают вольные упражнения. В нем акробатика, ловкость и грация. Самым сложным – элементы на брусьях. Оле, чтобы осуществить свою мечту, получить звание мастера спорта, нужно выполнить несколько связок – сальто, пируэт, винт. Это силовой снаряд вообще. Девчонки не каждая сделает его. Мальчишки не тянут, а девчонкам-то еще труднее приходится. Сначала у нас УФП работа, силовые. Углы, руки качаем. Ну, как тяжело атлеты. Таскаем себя. Вот, посмотрите, какие они взрослые уже. Не по улицам гуляют, а тренируются, занимаются. Тренер Елена Смельчакова воспитала уже не одного спортсмена. Каждым гордится, каждого учит преодолевать трудности и препятствия. Целеустремленности воли к победе помогут девушкам не только на соревнованиях, но и в реальной жизни. Гимнастика – спорт сильных телом и духом.